Всем доброго дня, друзья! У меня на канале очень много обзоров различных гаджетов, но так получилось, что именно толщиномеров не очень много. От каких-то обзоров я сам отказываюсь, ибо что рассказывать, они плюс-минус одинаковые. Однако сегодняшний гаджет меня реально поразил. Так заморочиться над качеством, добавить большое количество функций, а также сделать приложение для смартфона, да-да, вы не ослышались, есть связка смартфон плюс толщиномер смогла только компания Atari с их новой моделью 2022 года ET700 Max. Теперь, если вы занимаетесь профессиональной проверкой кузова, вам не нужно там как-то заморачиваться для клиента, ну там снимать фото или видеоматериалы с толщиномера. Можно просто в пару кликов на своем смартфоне отправить отчет заказчику в 3D формате. Лично я считаю очень прикольно и очень удобно. Но давайте все по порядку. Толщиномер располагается в небольшой коробке с цветными принтами, так что для подарка это самое то. Внутри есть все самое необходимое. Первое, это конечно же сам толщиномер Atari ET700 Max. Второе, это прозрачный силиконовый чехол вместе со шнурком для более удобной переноски. Третье, это калибровочные пленки от 50 до 500 микрон. Четвертое, две подложки под пленки, это металлическое Ferrum из цветного металла N-Ferrum. Пятое, также есть инструкция и гарантийный талон. Сам толщиномер имеет необычную форму, которая сужается ближе к низу. Корпус красного цвета, качество исполнения на высоком уровне. Ну там нету ни скрипов, кнопок и вообще какого-то болтания и зазоров. На лицевой части видим основные навигационные клавиши. Сверху монохромный дисплей, он кстати с подсветкой. Нижняя часть располагается основной датчик для измерения. С правой части есть разъем Type-C для подключения к компьютеру. Здесь есть возможность самостоятельно обновлять прошивку, тем самым расширяя возможности гаджета. На задней части имеется отсек для двух батареек типа 3А. Они кстати не идут в комплекте и здесь также нету встроенного аккумулятора. Вы сейчас мне скажете, постой, это же толщиномер, какой еще нафиг меню? Я же вам говорил, что это не просто измеритель, а целая экосистема и меню тут присутствует. Для начала нам нужно включить наш Итари, зажимаем среднюю кнопку. Чтобы зайти в меню, нужно нажать клавишу с тремя черточками. Пунктов не так много. Первое. Хранение данных. Запоминает 60 последних измерений. При необходимости все данные можно удалить. Второе. Металлическая шпаклевка. Включена по умолчанию. Сейчас на рынке большую популярность набирает металлическая, или еще как ее называют магнитная шпаклевка. Принцип работы и назначения у нее, как и у обычной шпаклевки. Устранять вмятины и глубокие царапины на кузове. Вот только после нанесения на нее лакокрасочного покрытия, обычный толщиномер покажет вам только толщину лака и краски, скрыв от вас толщину самой шпаклевки. Некоторые толщиномеры ее просто не определяют, а показывают как бы нормальные значения. Металл близко к краске и этим все сказано. Третье. Режим. Стандартный и профессиональный. Со стандартным все понятно, останавливаться не будем. Но вот профессиональный режим это нечто. Устройство покажет, какую вам нужно измерять деталь в данный момент времени. Далее предложит замерить следующую. Итак, весь автомобиль по кругу. После результаты сохраняются. Можно сохранить 999 автомобилей. У каждого есть по 19 позиций. На каждой позиции по 6 точек. Ну, очень подробный замер. Четвертое. Сигнал лимита толщиномера. Здесь вы можете задавать звуковой сигнал при определенной толщине лакокрасочного покрытия. Банально вы мерите машину в ускоренном порядке. Знаете, что толщина краски примерно от 120 до 150 микрон. Замерили несколько точек. В этом пункте ставим 220 микрон и проходим весь кузов. Если где-то есть такая толщина, то и Тари подаст звуковой сигнал. Заходим в меню, ищем сигнал лимита толщины. Сюда заходим, включаем звуковой сигнал. Дальше задаем лимит. Ну, вот видите, допустим, 215 микрон стоит. Ну, давайте сделаем 220 микрон. Окей. Окей. У меня есть такая калибровочная пленка. Здесь 252 микроны. Кладем ее на кузов. Ну, и, допустим, мы пришли как бы быстро промерять кузов. Меряем. Здесь везде звук нормальный. И доходим до этой пленочки. Хоп. Сразу, видите, он показывает, что здесь 320 или 316. Это превышает наш, скажем так, лимит. Еще раз. Один сигнал. Здесь абсолютно другой сигнал. Пятое. Калибровка. Здесь нет ничего необычного. Есть ручная и заводская калибровки. Шестое. Ну, и настройки. Здесь можете скинуть все свои ручные установки, а также посмотреть версию прошивки и серийный номер устройства. Кстати, в случае потери документов и чека по этому номеру вам смогут произвести гарантийный ремонт или замеру прибора по гарантии. Для начала скачиваем программу по QR-коду из инструкции и устанавливаем на нужный гаджет. Есть поддержка как Android, так и iOS. Активируем на смартфоне Bluetooth. Запускаем программу, включаем гаджет и он автоматически появится в программе. Далее просто подключаемся и работаем. По сути, это полная копия меню только на смартфоне. Есть и профессиональный режим, но тут он более наглядный. Так, поехали. Сначала замерим капот. Показываю. То есть должно быть 6 точек. Как на смартфоне, так и по капоту пройдемся. Первая точка, вот видите, появляется. Раз. Два. Три. Четыре. Ну, допустим, пять. Шесть. Смотрите, в программе шесть точек. Капот у нас идеальный, он белый. Он не горит красным, не горит там желтым. Что желтым, это значит перекрашивалось, красным это там еще и шпаклевка есть. Дальше. Левое переднее крыло. Выбираем в программе. Конечно, программа может вам, ну, как бы, когда вы одну деталь замерили, она говорит замерить следующее, она может идти по кругу. Все 19 позиций. Но можете вручную выбирать. Вот, допустим, те позиции, которые вас интересуют. Вот, меня интересует и левое переднее крыло. Давайте замеряем его. Также шесть точек. Опа. Видите сразу? Пятьсот пятьдесят шесть. Шпаклевка кузова. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Ну, вот, смотрите. Можно измерение левой передней стойкой. То есть, он, как бы, идет по кузову. Но можно остаться на левом переднем крыле. И выбирать те, как бы, детали, которые вам нужны. Видите, горит красным. Включаем 3D. Сразу видно. Видите? Дальше. Выбираем левая передняя дверь. Ну, вот, а мне, например, интересно. Также замеряем. Поехали. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Где-то есть шпаклевка. Где-то есть подкраска. Но дверь тоже конкретно битая. Тоже битая. Причем конкретно. А вот задняя часть уже не битая. Видите? То есть, он показывает прям от и до. То есть, показывает, где шпаклевка есть, где есть просто подкраска, где крыло у нас целое. Если включить 3D-модель, ну, вот, видите, какой автомобиль получается у нас прекрасно битый. То есть, вот эта вся сторона у него, вся сторона битая. Вы можете этот отчет нажать поделиться и отправить вашему заказчику, там, клиенту, либо просто какому-то заинтересованному лицу. То есть, очень крутая штука. Этот толщиномер может определять цинк на кузове автомобиля. Вот у меня Kia Optima. У нее цинкованный капот. И здесь на дисплее у нас появляется специальный такой вот здесь вот сбоку, как квадратика. Он показывает, что есть цинк. Для начала покажу просто на обычном металле. Вот, смотрите, видите, здесь идет у нас просто феррум. Феррум, феррум, феррум. И теперь, смотрите, капот оцинкованный. Переходим. Вот, смотрите, феррум цинк. И даже звук другой идет. Цинк, цинк, цинк. Это очень нужная, скажем так, вещь. Почему? Потому что, например, какие-то немецкие автомобили, они могут быть полностью оцинкованы. И вы приезжаете на замер, начинаете его промерять по кругу. И одна какая-то деталь у вас не оцинкованная. Значит, эта деталь менялась и ставился какой-то неоригинал. Как я говорил выше, Atari ET700 Max откалиброван завод. Однако, если вы захотите откалибровать прибор, что говорится, под себя, вы сможете это сделать буквально за несколько секунд, приложив прибор к железной или алюминиевой пластине. Для особо скрупулезных есть возможность калибровки по двум и даже пяти точкам. Для всех остальных пользователей-производителей рекомендуют воспользоваться разделом меню «Заводская калибровка». После нажатия одной кнопки прибор выполнит самостоятельную автоматическую калибровку, что очень удобно. Гарантия здесь три года. А также есть постоянная поддержка гаджета. Банально, если появляются какие-то новые возможности, выходит новая прошивка, которая вам будет доступна. Прибор не надо никуда везти, ни в какой сервисный центр. Самостоятельно обновились и у вас актуальный гаджет. Толщиномер работает очень быстро. Он передает три показания в секунду. И это очень интересная и полезная функция. Для начала покажу, как это работает. Просто прислоняете к кузову, и он через несколько секунд начинает работать. Вы можете везти вот так вот по кузову. Видите, он прям снимает показания, можно сказать, в реальном времени. Для чего эта функция нужна? На многих автомобилях вот здесь вот есть различные таблички. Ну, у кого-то они здесь идут, у кого-то они здесь идут, у кого-то под кузовом идут. И их зачастую могут переваривать. То есть, допустим, переварили эту табличку, зашпаклевали, краску нанесли. И вы не можете определить, это табличка именно этого автомобиля или какая-то другая. Чтобы определить вот этот вот переваренный шов, можно включить наш толщиномер и вот так вот провести по периметру этой таблички. И вы можете смотреть, если есть какие-то отклонения, прям какие-то жесткие отклонения, то они все будут здесь передаваться. Вот, как видите, у меня здесь нет никаких жестких отклонений, то есть, где-то 66-67. Но если есть какой-то, допустим, шов, вы проводите, и у вас будет не 67, а там, допустим, 100 или еще что-то. Как обычно, в конце начинаем с цены. Да, она не маленькая, 10900 рублей. Но давайте подумаем над функционалом. Это не просто рядовой толщиномер, это целая экосистема. Во-первых, автоматическое определение обычного металла, там, цветного и отдельно цинка. Во-вторых, определение металлических шпаклевок, чего у многих нет. Качественное приложение, есть возможность отправки 3D-отчета, постоянные обновления, скорость работы и 3 года гарантии. Как вы понимаете, все это стоит дешево не может. Мне интересно, что вы думаете об этом толщиномере, напишите в комментариях. Ну и, конечно же, поставьте лайк, если обзор понравился. А у меня, друзья, на этом все. Искренне ваш автоблогер.